Депутаты утвердили изменение в устав города. Это необходимо для приведения его в соответствии с федеральным законодательством. Также народные избранники приняли программу наказов. Она содержит в себе 315 наказов с финансированием более 4,5 миллиардов рублей. Программа будет реализована в течение ближайших четырех лет. 57 наказов не принято в суде с отсутствием полномочной администрации и 17 наказов выполнено. Народные избранники заслушали отчет о работе контрольно-счетной палаты Бердска за 2021 год. Было подготовлено 69 экспертных заключений, а для обеспечения финансового контроля и формирования бюджета проведено 13 контрольных мероприятий в отношении 16 объектов. В сферу деятельности вошли вопросы использования средств в культуре и образовании, жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве, состояние закупочной деятельности, исполнение муниципальных заданий и эффективности управления муниципальной собственностью. По всем проведенным контрольным мероприятиям составлены акты и заключения с указанием всех нарушений и несоответствий, установленных в ходе проверок, с предложениями и рекомендациями принятия мер по их устранению. По восьми контрольным мероприятиям составлены отчеты и направлены в Совет депутатов города Бердска. За 2021 год в целях реализации результатов контрольных мероприятий контрольно-счетной палаты приняты следующие меры. Составлено 12 представлений, в том числе направлено в адрес руководителей проверенных учреждений для устранения выявленных недостатков 7, в адрес главных распорядителей 3, в адрес администрации 2. По направленным представлениям в контрольно-счетную палату поступило 12 уведомлений о принятых мерах. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлены следующие несоответствия законодательства и иных нормативных правовых актов. Федерального закона номер 402 о бухгалтерском учете в части нарушения введения бухгалтерского учета требований к оформлению первичных документов на должном уровне не осуществлялся внутренний финансовый контроль. Норм бюджетного кодекса, нарушение порядка отражения сведений в реестре муниципального имущества, нарушение норм приказов 157 Н, МФР, 174 Н, методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденным приказами Инфина РФ, номер 49, и нарушение нормативно-правовых актов администрации города Бердска. Также депутаты рассмотрели кандидатуры Бердчан, претендующих на звание «Почетный работник культуры города Бердска». Это руководитель вокальных коллективов Людмила Лехницкая. Высокий профессионализм Людмилы Григорьевны был отмечен немалым количеством грамот и благодарственных писем от Министерства культуры, от отдела культуры и от города. В 2018 году Людмила Григорьевна Лехницкая стала лауреатом «Золотой книги культуры Новосибирской области» в номинации «Верность призванию». По результатам работы 2021 года Людмила Григорьевна занесена на доску почета города Бердска. Также комиссионно была выбрана кандидатура Елены Трубниковой, режиссера и преподавателя театральных дисциплин. Она успешный педагог, талантливый режиссер. В настоящее время работает по предпрофессиональному общеобразовательной программе искусства театра. На рассмотрение спикеров Гурсовета вынесли вопрос о присвоении звания «Почетный работник ЖКХ города Бердска» двум горожанам. Это Сергей Титов, начальник котельного цеха «Котельный ТГК-1». Он имеет 41-летний трудовой стаж. И Любовь Бабина, мастер строительного участка, управляющий компанией, имеющий трудовой стаж более 50 лет. Депутаты поддержали присвоение почетных званий в сфере культуры и ЖКХ Бердска. Кроме того, народные избранники проголосовали за присвоение таких же званий людям, работающим и имеющим достижения в сфере физической культуры и спорта.